В эфире программа Вести Рязани. Я ее ведущая Ирина Чепелева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России нашли способ избавиться от очередей в Ясли. Минтруд предложил создать специальную систему частных детсадов домашнего типа. Такие чаще всего открывают прямо в квартирах. Сейчас мест в ясельных группах катастрофически не хватает. Около 400 тысяч детей по всей стране просто не могут туда попасть. С подобной проблемой столкнулась и героиня нашего следующего сюжета Ольга Курбатова. Устав ходить по кабинетам чиновников, многодетная мама решила обратиться за помощью напрямую к главе региона. Ольга Андреева продолжит. В садике чем вы занимаетесь? Что тебе нравится в садике? Мне нравится, что там мой любимый друг всегда ходит. И еще мне нравится то, что короткие дни иногда, и меня забирает мама в короткие дни. Только когда это короткий день, если, то мама меня забирает после обеда. В последнее время такие короткие дни у пятилетней Даши случаются часто. Ее мама, Ольга, вынуждена сидеть дома. Ведь младшей дочери не удалось устроить в ясли. В управление образования обращалась. Это было 20 мая. Я приносила с работы ходатайство, с профсоюза, от начальника производства. Ну, как полагается, заявление. И все. Инспектор по советскому району не приняла у меня документы. Сказала, не видит смысла в этом. Мест нет. Десять дней я мучилась. Решила, набралась смелости, пошла еще раз туда. Но уже пошла к заместителю начальника. Поговорила с ней, пообщалась. Она приняла у меня документы. И заверила, что поможет. Места в ясельной группе для двухлетней Маши так и не нашлось. Где-то в кабинетах чиновников потерялось и заявление Ольги. А между тем она в числе льготников. Женщина – многодетная мать. Жизнь сложилась так, что кроме этого статуса есть еще один – одинокая. Чтобы прокормить семью, Ольга вышла на работу, как только младше исполнилось полгода. Сидеть с Машей помогала знакомая. Но сейчас женщина осталась одна со своей проблемой. Я одна. Я одним ребенком ходила беременна. У меня мама умерла. Вторым ребенком отец умер. Одна, вообще одна. Мне даже обратиться. Если была бабушка с дедушкой, я бы вообще никуда не пошла. У нас ипотека. Сейчас отопительный сезон начнется. За квартиру очень много платится. Почти около 7 тысяч. То есть дома сидеть никак нельзя. Нужны ясельки. Обращения в различные инстанции пока не дали никаких результатов. В региональном министерстве образования говорят, что в очереди на ясли 4 тысячи человек. И подавляющее большинство из них льготники. Обращалась Ольга и в прокуратуру. Там даже не обещали помочь. Последняя инстанция – будка гласности, как ее уже окрестили рязанцы, через которую можно обратиться непосредственно к губернатору. Здравствуйте. Я Курбатов Ольга Николаевна, многодетная одинокая мать. Бьется, которая о получении яселек для своей младшей дочери. В министерстве отказывают. Есть же закон о помощи многодетным. Почему его не исполняют? Обращалась в прокуратуру на телевидение. Последняя инстанция – это вы. Прошу вас, помогите нам. Кроме вас, помочь нам больше некому. Ольга Андреева, Евгений Леонов, Вести Рязани. Делом мебельных аферистов займутся полиция и Роспотребнадзор. В эфире Вести Рязани мы рассказывали о мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки рязанцев и жители Подмосковья. Заказывая мебель у братьев Кожаевых, клиенты исправно вносили предоплату. Но своей покупки многие так и не получили. Сами аферисты выходят на связь, но лишь по телефону и всячески угрожают клиентам. Пострадавшие объединились и написали коллективное заявление в прокуратуру. Теперь к изучению обстоятельств дела подключились и представители других ведомств. В настоящее время данные обращения направлены для проведения проверки в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области и УМВД по Рязанской области для принятия решений, в том числе для проведения проверки в отношении этих индивидуальных предпринимателей. Работники леса сегодня принимали поздравления с наступающим профессиональным праздником. Он традиционно отмечается 16 сентября. Лучших сотрудников отрасли пригласили в областную филармонию. Там глава региона Николай Любимов наградил памятными знаками отличившихся сотрудников районных лесничеств и пожлеса. В лесной отрасли региона сегодня трудится более 700 человек. В их ведении находится почти 9 тысяч гектаров лесных угодий. Николай Любимов отметил, что с положением дела в лесном хозяйстве неразрывно связана экологическая ситуация в регионе. Очень важной является ваша просветительская работа по формированию в обществе бережного отношения к природе. Большое воспитательное значение имеет акция «Лес Победы». В ее рамках весной этого года специалистами и волонтерами высажено 10 тысяч сосен и 2 тысячи берез. От мусора очищено 3 гектара леса. Самая главная наша работа – это работа с подрастающим поколением, работа с юными лесоводами. Мы приобщаем детей к лесу. В моем лесничестве три школьных лесничества. Два на территории Шиловского района и одно на территории Касимовского района. И в своей работе мы уделяем большое внимание тому, чтобы из детей выросли друзья леса. Бережному отношению к экологии призывают коммунальные службы Рязанского района в администрации села Подвязье. Населенный пункт зарастает строительным мусором. Оставлять после себя кучи с отходами после обрезки деревьев или ремонта кровли зданий у коммунальщиков, похоже, уже вошло в привычку. Свалки растут годами и убирать их никто не торопится. Во что превращается село, увидела Виктория Данилина. Этот сельский сквер возле пятиэтажек постепенно превращается в настоящий полигон промышленных отходов. Вместо детских площадок и пешеходных тротуаров – горы строительного мусора и сухих веток. Но местные жители уверяют – это не их рук дело. Захламляют парк рабочие коммунальных служб. Режут деревья, все бросают тут же, где порезали, все валяется. Вот сейчас с этого дома строительный мусор весь валяется. Вот такие свалки. Есть и годами уже лежат. Есть и этого года свалки, есть и прошлого года, и раньше. Неприглядную картину каждый день видят жители подвязи и во дворах своих домов. Так между двумя пятиэтажками образовались сразу несколько свалок. Ветки, стволы и корни выкорчеванных деревьев буквально вытеснили детскую площадку и стали главными элементами дизайна дворовой территории. Жители говорят, что мусор появился здесь года два назад, после того, как началось строительство нового дома. А мусор этот от строителей остался, а чуть подальше кучка, которая лежит, уже пять лет не убирается. Сколько бы я ни приходила к главе администрации, дайте транспорт, отвезите. Да, пришлю, пришлю, пришлю. И все обещания одни и так до сих пор остались. Местные жители обратились с жалобами в региональное министерство природопользования, но получили непонятную отписку, где указано, что спиленные деревья складируются в специально отведенных местах. Люди в недоумении, ведь картина очевидна. Впрочем, вывоз мусора и содержание территории села в чистоте – обязанность глав поселенческих администраций. Но, по словам руководителя подвязи, зачастую на ликвидацию всех свалок просто нет средств и технических возможностей. Тем не менее, заняться уборкой мусора местные власти пообещали, воспользовавшись помощью сельхозпредприятия. Сейчас вы понимаете, что идут уборочные работы, уборка картофеля сейчас. И транспорт, он нам не так часто, как мы хотели, выделяется. Но вот сейчас с управляющим сегодня как раз мы разговаривали, как в кратчайшие сроки все-таки нам побыстрее вывезти. Потому что мы спилили очень много деревьев в августе месяце. Глава поселения уверила, что несанкционированные свалки в подвязи уберут уже до конца месяца. Для этого в ближайшие дни даже планируется провести субботники. Но сдержит ли власти поселение свои обещания, покажет только время. Виктория Данилина, Сергей Громотеев, Вести, Рязань. Искусство оказалось бессильно перед извечными коммунальными проблемами. В выставочном зале Артрум на улице Стройково сегодня спасали картины рязанских художников, которые хранились в подвале. В здании прорвало канализацию и шедевры живописцев, которые все это время почему-то стояли на полу, затопило водой. Сотрудники выставочного зала говорят, что за эту неделю это уже четвертый подобный случай. Коммунальщики лишь и разводят руками, устраняют засор, но на следующий день ситуация повторяется. Более ста уникальных картин рязанских живописцев, по всей видимости, уже не подлежат восстановлению. К 100-летию училища не можем даже нормально составить экспозицию, подготовить, потому что у нас часть картин находится в фонде, который внизу в подвале. Он затоплен, мы даже не можем туда пройти, и картины уже пришли в негодность, то есть их даже уже невозможно предъявлять зрителям. Одни готовятся закрывать дачный сезон, другие уже ждут, когда владельцы загородной недвижимости разъедутся. Именно осенью в регионе традиционно увеличивается количество дачных краж. Старые ванны, трубы, металлические теплицы, ведра, садовый инвентарь или даже заборы – вот далеко не полный список того, что интересует непрошенных гостей. Попавшиеся под руку бытовые приборы, посуды и предметы интерьера сгодится все, за что можно выручить деньги у перекупщиков. Стоит помнить, что раскрываемость таких преступлений по статистике ничтожно мала, чем раньше. О кражу знают в полиции, тем больше вероятность, что воров удастся найти. Основная проблема раскрытия данных преступлений в том, что граждане сообщают о произошедшем факте спустя длительное время, так как факт хищения в основном происходит в зимний период времени, когда граждане на дачных участках не появляются. Регионы России научились привлекать туристов новыми видами экскурсий и познавательного отдыха. Популярность набирает религиозные туризмы, паломничество. По-настоящему уникальным местом, куда сотни лет с верой и надеждой стремятся православные со всей страны, считают святой источник Святой Анна Богословского монастыря. Там в селе Пощупово. Вода в этом роднике не просто кристально чистая. По мнению старожилов, она целебна. Из Рыбновского района репортаж Елена Макаровой. Известный на всю Россию Святой Анна Богословский монастырь ежедневно принимает сотни паломников. Кого-то притягивает его многовековая история, кого-то подвижнические труды нынешней братьи. Службы и удивительные чудеса, происходящие здесь. Но все без исключения спешат прикоснуться к удивительному источнику, что бьет на территории обители со дня ее основания. Вот уже более восьми веков. Монастырь, как мы знаем, еще был частично пещерный. Может быть, уже были какие-то деревянные постройки. Первые пещеры мы знаем как раз вот на этом холме, в глуби этого холма, есть пещеры, в том числе и кельи. Может быть, и был храм эти пещеры. Населяли первые монахи, предположительно пришедшие из Византии. Они-то и принесли с собой почитание святого Анна Богослова, в честь которого назвали свой монастырь и источник. Как появился родник до сих пор, остается загадкой. И письменных свидетельств его возникновения не сохранилось. Несмотря на то, что в народе его давно именовали святым, записывать и фиксировать случаи исцеления чудесных явлений на источнике начали лишь в XIX веке. Мы не знаем, когда началась эта история. Мы знаем лишь ее продолжение. И знаем о некоторых дореволюционных упоминаниях, о чудесах, которые были здесь и записаны при архимандрите Виталии, при архимандрите Тихоне, предыдущих настоятельств нашей обители. Мы знаем, что когда обитель закрывалась в 1931 году, источник и часовня на нем активно посещались верующими людьми. Молились, брали воду и как в старину получали телесное и духовное укрепление. Но дело здесь не в каком-то особо минеральном составе воды, говорят монахи. Все дело в отношении и молитве. Мы знаем, в этом источнике ежегодно окунаются десятки, сотни тысяч людей, но исцеляются единицы. Но в лучшем случае десятки. Современные люди, которые приезжают на источник, если они просто как обычные потребители, приходят порой без маек, в пляжных костюмах, конечно, они не получают того, что могли бы получить. Для всех верующих источник место святое, поэтому и призывают братья монастыря всех приходящих сюда относиться к этому месту с благоговением, ну или хотя бы с уважением, чтобы не затушить теплящийся на рязанской земле огонек благодати. А чудеса здесь совершаются до сих пор. О чем-то люди с радостью спешат поделиться с братьями монастыря, а что-то уносят в глубинах сердца. Елена Макарова, Валерий Чикин, Вести, Рязань. И на этом у меня все. Увидимся через час на канале Россия-1.